здравствуйте дорогие мои друзья ну что ж сегодня давайте поговорим вкратце о реинкарнации ну конечно всех этот вопрос интересует ко мне много многие обращаются там давай регрессивный гипноз а еще что то да я действительно провожу бывает ну как бы людей в прошлой жизни делаю это делаю но всегда говорю что некоторым рано это делать потому что нужно прежде чем смотреть назад нужно посмотреть здесь здесь и сейчас вот как вы живете а то мы не удовлетворившись этой жизнью как бы думать что-то у нас как-то нет ну как-то не катится что-то чувствую потенциал в себе а вот жизнь какая-то сероватая и конечно приятно подумать что ну наверное я в этой жизни мой дух отдыхает в таких не очень недостойных меня условиях а вот там там я был чингисханом как считает не и некий гражданин шойгу или еще кем-то ли там каким-то мощным таким мудрецом учителем правителем а даже бывает часто и богами которые спустились с небес и от одного их взгляда трепетали там все да ну и принцессы там великолепный там клеопатры кто еще там екатерины великие хватит ли на всех этих великолепных так сказать персонажей не знаю не знаю я более прагматично к этому подхожу и понимаю что опыт прошлых жизней нужен нам не для того чтобы как почивать на лавров сидеть здесь думать но да сейчас конечно не это не фартит мне но тогда-то я были тогда-то я мог тогда-то одно одно не то что слово мой взгляд мои брови даже одна бровь сразу полки устремлялись с металликом что хорошо приятно подумать об этом но сегодня даже давайте не поговорим не о людях о понимании многие знаете куда уходит души животных потому что разделяют мы всегда разделяем человека и животные вроде даже наши домашние нам они близки и часто мы их так любим даже думаю что полин ведутся вообще как люди столько не говорят вообще даже папа умней я иногда думаю что мои собаки четко умнее меня поэтому думаю да все и все ясно все ясно почему и от чего да друзья мои души идут не только вверх а бывает и не только попадают в адские миры или там как куда-то в райские верхние миры нет бывает и вот это вот бурление в нашем вот этом котле что души оказываются и попадают в животное царство из человеческих тел так что никто из нас не застрахован не думать что если вы сейчас человек то не переживете как бы еще воплощение в животном мире если почитаете источники примеру даже замечательного буду шики муни его джатаки поймете что ну даже такие великолепные ну как бы мудрецы и души такие бодхисатвы которые приходят в этот мир чтобы проповедовать чтобы поднимать уровень они воплощались и животном царстве и в растительном царстве и даже в минеральном царстве и ничуть не считали себя унижен не было такой иерархии вот сегодня я человек потом я там правитель потом я бог да душа развивается и может попасть как бы вот происходит вот это синусоида вы как бы можете подняться можете упасть то есть нету все время вот такого движения вверх то есть в каждой жизни у вас есть свои задачи и вы можете ее выполнить можете не выполнить можете остаться на второй год на третий на 133 год потому что воплощение некоторые считают их там всего пять или семь не друзья мои воплощение души не буду вас пугать цифрами не буду пугать цифрами но не гораздо более тысячи больше тысячи может быть даже еще больше поэтому вот этот опыт огромный опыт души он накапливается хранится часто найти его оживить своей жизни стоит стоят блоки даже у самых замечательных душ стоят вот эти блоки что вы приходите в этот мир вы не помните то есть вы как бы приходите без багажа у вас есть этот багаж души бытийная масса так сказать какие-то смутные возможности ощущения но открыть их вы можете только занимаясь работой над своей душой можно да там регрессивный гипноз техники там перепросмотра еще там энергетические методики с помощью которых вы можете раскачать свое видение чувствование и у вас начнут просыпаться опыты прошлых жизней и самое самое ценное в этом не наслаждаться ими а уметь воспользоваться ими здесь чтобы как бы поднять свой уровень понять вот этот вектор движения откуда вы идете куда и часто нужно вспомнить то в основном не замечательные воплощение свои там так сказать наполеоновский потому что это вас сразу как бы останавливает и вы думаете но я вообще парень то хороший я вот кем был то я там как говорится боги становились это во фрунт когда я проходил да но в этом вы противно теряете уровень а когда воспоминаете именно горькие воплощение ощущение вот этих страданий боли боли лишений смерти аскез вот эти вот воплощение они дают вам настоящую силу и понимание жесткости и прекрасности этих миров то есть почему это происходит не из жестокости а общая картина вам начинает быть видно а часто занимаясь вот просто гипнозом так ну давайте посмотрим кем я был когда я был великим из великих там великим шаманом великим правителем полководцем ну и все и человек будет потом за столом рассказывать кому-то а знаете вот проходила регрессивный гипноз и я-то был кем и все скажут выпивая как говорится рюмаху ну давай за наполеона за наполеона такие бахнут да но и все еще и еще кликух вам дадут наполеон примерно и будут посмеяться это наполеон пошел а вот как раз именно опыт жесткий опыт сражения как вы как вы можете вы понимаете силу вашей души понимание что через что вы прошли то есть знаете вот как и в жизни когда вам что-то дается даром вот даже простые вещи одно дело вы к примеру корячились выплачивали ипотеку там в отпуск не ездили всем сид во всем себе отказывали и шачили чтобы там квартиру какую-то маленькую квартиру там для своей семьи заработать а другое дело когда вам там родители кто-то там дали ключи какому-то там мальчугану там 17 лет ему или даже меньше сказать но да она тебе квартиру там устраивай там вот своих собирая этих пацанов девчонок гуляйте ценности нету такой ценности нету поэтому а когда вы собственными руками что-то сделали что-то простое вот вот эта разница вот это не купишь этот собственный опыт это не сказки не чужие рассказы а собственный опыт и часто опыт животных воплощений он серьезный потому что это постоянная борьба за выживание ну не считая конечно может домашних животных хотя у них опыт тоже жесткий общение с людским миром и многие спрашивают вот домашние животные могут они перевоплотиться в людей могут могут так бывает действительно а могут и обратно то есть бывает знаете такие ситуации когда человек не выполнил свою карму примеру ну набедокурил ушел и джит из этой жизни а его близкие остались то есть он заботится о детях там внуках и он осознанно бывает то есть вот чтобы закончить посмотреть он возвращается в теле там кота собаки к примеру и попадает попадает вот игры богов ведут его он попадает в эту семью и и он видит своих своих близких но уже глазами животного и пытается оберегать их и часто бывает даже принимает на себя потому что животные очень часто даже вроде как ленивые коты которые сидят там вы их кормить и думать чего его кормлю то он еще на меня там какая-то поплевывает я тут или или собаки какие-то что это вот кто 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 у кого хозяин вы думаете да бывает ну у некоторых некоторые то жесткие ребята такие все там сидеть стоять блин голос да но часто энергетически животные принимают на себя вот эти удары удары этого мира и уходит вот как знаете принимают вот боль смерть страдания и уходят вместе вместо человека дают шанс дальше развиваться вместо своего хозяина и вот так бывает я знаю такие случаи когда животные возвращаются люди душа человека воплощается в животное чтобы вернуться помочь а потом она уходит опять и уже либо ну то есть на этом она поднимает свой уровень не теряет а поднимает ну часто конечно животные перевоплощаются в размере своего эгрегора то есть вот заяц там становится зайцем 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 бывает наоборот перекидывают то есть вот это вот выполняют карму там к примеру зайц становится волком волк становится зайцем чтобы вот это вот тоже это ситуации очень много то есть нету стабильности все если ты волк все как говорится ты там 100 жизней от тарабань волчарой мне друзьям то есть эта энергия эта волна она может закинуть куда то есть общие так сказать какие тенденции направления но любую душу может выкинуть в разные места это не значит что там где-то записывается там от идутом так он съел там 100 баранов совета он там сто раз должен стать бараном чтобы его сожрали там волки или пастухи кстати часто да вот в сельскохозяйственных местах вот какие-то мясники или люди которые 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 как бы ну убивают животных так много ради ради пропитания ради еще чего-то перевоплощаются в тех же животных это так то есть карма карма вещь гибкая и интересно но возвращаться к ней нужно тогда когда вы укрепили свой дух потому что часто ну вот уходя в регистрации гипноз вы хотите получить хороший опыт а нужно начинать плохого тот реально нужно начинать с плохого а чтобы воспринять этот плохой опыт нужно иметь силу души потому что не каждый это воспримет если он поймет по-настоящему чтобы был был там каким-то убойным животом или еще кем-то не очень просто не очень просто понять что и хотя ладно хотя ладно делать дело не в этом ну что ж друзья мои душ душа есть у всего живого поэтому когда вы там рубите дерево когда вы еще что-то делаете думайте думайте чувствуете зря каких-то вещей делать нельзя особенно по отношению к животным которые души но очень хорошо воспринимают вот эту боль страданий она накапливается и отражается на вас же то очень много таких узелков кармических завязывается а потом вы думаете а чуть мне в жизни попадаются там одни козлы или еще что-то так бывает то есть если вы человек это не значит что это навсегда поэтому если не работаете с энергией с душой и везете как бы неосознанно как живете как растете как трава в поле я бы сказал то большая вероятность что ваша душа ну как бы не получила этот опыт на своем опыте и и вам он еще предстоит но это уже так сказать другая история ладно друзья мои обещал регрессивный гипноз и в ближайшее время сделаю но в мягком варианте просто как бы как общую медитацию вот минут на 15 но именно вот лайтовую варианцию вариацию когда мы попадем в лучший день вашей жизни прошлой вот это вот будет будет оптимально чтобы хотя бы мы смогли прикоснуться ну у кого душа чувствительная заглянуть туда потому что понимание что найти наша жизнь не здесь началась и не здесь закончилась очень но очень важно на самом деле это дает дает вам чувство дает вам перспективу понимаете что вам здесь надо развиваться что вы не думаете чуть я уж какой-то старый чем не тут осталось всего всего ничего там два понедельника не друзья мои никогда не поздно знаете когда вы осознаете себя там и в 60 и в 80 понимаете тут а когда человек уже в возрасте он кстати этот границ тончается и вы начинаете чувствовать если не видеть то чувствовать и к вам чаще приходят родственники и с той стороны и уже говорят слушай мы пытаются во всяком случае говорить нет слушай ты там поторопись на карму-то отработать отработать иначе там будет тебе на орехи будешь потом жалеть там говорить да блин дурак я дурак надо было там носиком дышать медитировать надо было уже поздно еще на перековку этого этого на перековку как меня на перековку так нет нет я буду хорошим поздно на переплавку ладно друзья мои ведь что-то на на это наговорил хотел одно сказать а тут меня там начало болтать как маркетанскую лодку все пока